Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я радуюсь, что мы еще раз можем встретиться и продолжить нашу учебу. Сегодня мы поговорим о пике вот этой вот драмы, всех вот этих пророчеств. Это Иисус, который приходит с небес и сражается с Антихристом. Мы начнем с Откровения Иоанна 19 главы. И мы... Я хочу прочитать вот это вот место, Откровение 19 глава с 11 стиха по 16. И увидел я отверстие неба, и вот белый конь, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Здесь говорится про Иисуса, который спускается на белом коне. У нас здесь есть описание. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божие. Это напоминание о том, что первый раз, когда Иисус пришел, Он умер за наши грехи, но второй раз, когда Он приходит, Он приходит как Царь Израиля. Итак, Он облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божие. Когда Иисус пришел, Он пришел, чтобы поделиться Словом Божьим, благовествовать, для того, чтобы заключить Новый Завет своей кровью, в противоположность Синайскому Завету, который был заключен с помощью крови тельцов. Новый Завет заключен благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Я продолжаю читать 14 стих. «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. И Иисус Его исходит острый меч, чтобы поражать народы». То есть, вот этот меч, который идет сражаться с народами, Он пасет их жезлом железным. То есть, Он будет владычествовать с момента установления Своего Царства полной властью. Вот этот вот железный жезл, Он является Богом, у Которого есть праведность. И теперь обратите внимание, Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Здесь есть вот эта вот картина, которая возвращается в разных местах. Это картина того, кто топчет виноград. Когда это делали, обычно высекали вот эту вот емкость, и там вот топтали этот виноград, и Господь сравнивает вот эту вот всю войну, когда Антихрист собирает всю вот эту армию, они собираются на вот эту последнюю битву возле Армагеддона, и там Господь, Он давит их. Это подобно тому, как давят виноград. Это точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя Царь, Царей, Господь Господствующих. Это Иисус. У нас здесь есть вот эта вот картина, которая показывает приход Иисуса с небес. Иисус, когда Он спускается, Он ведет целую армию ангелов, подобно реке, которая спускается с небес. И здесь на земле есть Антихрист, и вся его армия вооруженная, но у них нет никакого шанса победить вот в этой битве, потому что они идут воевать против Иисуса. Несмотря что это для Антихриста, это последняя потерянная битва, но Он хочет забрать с собой максимум людей. Он знает, что Он погибнет в вечном огне, но Он хочет, чтобы и как можно больше других людей, они погибли с Ним в вечности. Бог есть Бог любви. И Он ожидает. Он дает вот эти возможности верить в Него, избирать, побеждать. Я продолжаю читать. И сейчас мы перейдем к Захарию, 14 главу. Здесь есть опять пророчество, которое указывает на будущее. И здесь вот... У нас это подобно камере, указывающей на будущее. Мы прочитаем Захарию с 3 по 5 стих. Мы вчера читали с 1 по 2 стих. Еще раз мы их перечитаем, как для напоминания про вот эту войну, когда Антихрист, Он завоевывает Иерусалим. С 3 по 5 стихи здесь есть Господь, который спускается с небес. В 3-й, 4 стих здесь говорится о том, как Он спускается на Елеонскую гору. Начнем с 1 стиха. «Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя. Соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». Это когда Антихрист приходит захватить Иерусалим. 3 стих. «И тогда выступит Господь, и ополчится против этих народов». Здесь имя Господа – это имя Иегова. «Как ополчится в день брани». В Откровении Иоанна Господь сравнивается с львом из Калины Иудина. А здесь мы видим, что Он идет воевать. «И встанут ноги Его в тот день на Галеи Иреонской, которая перед Иерусалимом к востоку, и раздвоится гора Иреонская от востока к западу, весьма большую долину. Половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Мы видим, что здесь происходит землетрясение. Помните, что вот эта вот Иерусалима гора, с нее Он поднялся на небеса. Когда ученики смотрели, и спустились ангелы, они сказали, что как Он вознесся, так Он спустится. То есть Иисус, здесь мы видим это пророчество, что Он спускается назад на Иерусалиму. И Иерусалима гору происходит землетрясение. Изменяется топография, география Израиля. После этого появится гора, на которой будет построен Иерусалим, тысячелетнего царства. И вот это... будет разрушен также вот этот вот храм Антихриста, в котором Он поставит свой идол. Итак, мы говорили про гору Иерусалим, и пятый стих. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежали, как бежали от землетрясения в Дне Озии. Люди... «И придет Господь Бог мой со всеми и все святые с Ним». Еще раз здесь упоминается имя Господь, это Иегова. Кто приходит? Господь... Бог, Он физически спускается, у Него есть ноги, и они стоят на Илеонской горе. И Он идет со всеми святыми. Это все ангелы, и также все те, которые были восхищены на небеса до этого, все верующие из народа Израиля, из язычников, все те, кто веровали, они поднялись на небеса, и сейчас они спускаются в новом теле с армией ангелов, чтобы воевать. И что произойдет? Давайте вернемся в Откровение, 19 главу, которую мы до этого читали. Дополнительные детали мы рассмотрим там. Посмотрим с 17 по 19 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию. Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне с воинством его». Здесь речь идет о Мантихристе. И так они приходят, чтобы сражаться. И здесь вот мы видим конец Антихриста и лжепророка. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверей, поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серую». Это конец их. Они первые, кто брошены вот в этот огонь ада, в озеро огненное, горящее серую. А прочие, это вся эта армия, многие миллионы, прочие убитые мечом, сидящего на коне, исходящим из ост его, и все птицы напитались их трупами. Вот это жертва, которая была принесена здесь для всех животных. Итак, мы видим возвращение Иисуса на Елеонскую гору, и мы видим уничтожение Антихриста. Он брошен в озеро огненное. Что происходит с сатаной? 20 глава, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке его, и взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После всего ему должно быть освобожденным на малое время». Сатана, он не брошен до сих пор в ад, но он заключен на тысячу лет. И вот эти тысячи лет Иисус, он будет царствовать на земле, и не будет сатаны, который будет пробуждать антисемитизм, бунт, ненависть к народу Израилю, когда он хочет уничтожить народ Израиля, потому что существование народа Израиля, оно указывает на то, что слово, оно верное, и все, что написано, оно будет продолжать исполняться. И для сатаны это его раздражает, это катастрофа, он хочет уничтожить нас, и он хочет, чтобы Иисус не вернулся царствовать, потому что его возвращение, оно зависит от народа Израиля, чтобы народ Израиля познал Иисуса и призвал его. И так мы видели конец сатаны, конец антихриста, и всей вот этой армии. Завтра, по милости Божией, мы продолжим, и мы увидим, что произойдет дальше. Очень важно, братья и сестры, что мы находимся на стороне победителей. Давайте мы будем держаться нашей веры и помнить, что последнее слово принадлежит Богу, ни сатане, ни антихристу, ни лжепророку, никаким нечистым духом, но Богу Авраама Исаака Иакова, Богу народа Израиля и Иисусу Христу, Царю Израиля. Аминь.